Наконец-то к любителям механики начали относиться как к людям. Известно, что многие оригинальные зарубежные девайсы поставляются буквально в пакетике, что вызывает вполне резонное негодование у многих вейперов. Red Alert Vapors придерживаются другого подхода и понимают, что театр начинается с вешалки. В этом видео мы поговорим про их мехмод Патриот. С презентацией и позиционированием у ребят всё в порядке. Стиль тут прослеживается буквально во всём. Прежде всего, девайс поставляется в деревянной коробке, напоминающей ящик для патронов. А вдобавок к моду вы получаете ещё и чехол специального материала кордура, илоновой ткани, который широко используется в армии России. Рядом лежащая тряпочка, тоже непростая, и является кусочком шинели образца 70-х годов прошлого века. А там, где есть ветошь, есть и полироль, который уже, правда, немецкого производства и имеет довольно резкий запах. Завершает всю эту в хорошем смысле совковую картину инструкция в стиле советской прессы. Мех-мод Патриот выполнен в форме гильзы калибра 150 мм. Эргономически мод неплох, не считая того, что как и нижние, так и верхние грани немного режут руку. Мы понимаем, что это продиктовано дизайном, но немного сгладить углы бы не помешало. А вот своим конструктивом Патриот напоминает известнейший мод Риг. Так же, как и в американском моде, атомайзер вкручивается в гибридное кольцо-коннектор, а затем и в корпус. Подстраивать ничего не надо, что очень удобно. Из-за этого атомайзер начинает будто бы утопать в моде, что придает ощущение монолитности сетапа. Но у такого решения есть и очевидные недостатки. Во время протечек жидкость может скапливаться в образовавшейся ванночке, что не очень хорошо. А у той же Кеннеди Ордеи будет немного перекрываться обдув. Самое большое разочарование вас ждет дальше. Вы не сможете использовать с Патриотом дрипки диаметром 24 мм. Они просто не смогут установиться на посадочную площадку. Разбирать кнопку можно по той же риговской технологии с использованием ластика. Достаточно прижать пин ластиком и аккумулятором и раскрутить кнопку. Кстати, она совсем тут не продувается, а на корпусе газоотводных отверстий вы не найдете. Контакт выполнен в форме посеребренного гаечного винта. Нас огорчило, что стандартная чистка ластиком привела к тому, чтобы покрытие слезло. Но производитель заявил, что на момент старта продаж все они будут полностью выполнены из серебра, что на корню решит эту проблему. Хотя даже без посеребрения Патриот довольно недурно жарит. Внутри кнопки кроется волновая пружина. Если говорить откровенно, то при прямом сравнении с обычной по ощущениям эффекта вау не возникает. Хотя производитель заверяет о существенной разнице в распределении давления. Каждая часть моды пронумерована, и вы можете купить любую деталь по отдельности. А владельцы Рига теперь знают, чем можно заменить кнопку в случае надобности. Мы проверяли, все подходит. Видно, что Red Alert Vapors постарались на славу. У них получилось сделать продуманные до мелочей продукты и все это украсить отличной комплектацией. Хотя и конструктивная схожесть с Ригом уж больно очевидна. Если вы неравнодушны к былому величию СССР и любите, когда девайс приходит не просто в пакетики, то приглянитесь к Патриоту. Но при этом не забывайте, что модный нынче диаметр дрипок в 24 мм с этим модом несовместим. Мы благодарим Red Alert Vapors за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и навещайте дедушку Ленина в Мавзолее. Субтитры сделал DimaTorzok